так перезашла в эфир жду пока кто-то присоединится и дайте мне пожалуйста реакции слышно меня или нет видно ли хорошо всем здравствуйте я вижу что у нас кто-то уже присоединился пожалуйста дайте мне реакцию видно слышно меня всем здравствуйте напишите пожалуйста что-нибудь видно меня слышно уже 4 человека у нас присоединились отлично видите слышите да я правильно понимаю так ну что же тогда приступим снова среда снова у нас эфир про моделирование будем продолжать тему жидких материалов звук идет картинка виснет все отлично ну кого когда ну вот да главное чтобы слышно было картинка я думаю восстановится сейчас через несколько минут я уже перезашла в эфир от меня больше к сожалению ничего не зависит так ну что же сегодня мы продолжаем с вами работать жидким материалами сегодня я вам покажу как мы делаем четкий квадрат и с комбинацией более густых материалов то есть у нас будет комбинация густые и жидкие материалы вот работать будем flexible гель как и на прошлом эфире и плюс я еще добавляю акригель cover в этот эфир будем восстанавливать квадрат четкий и если например у нашего клиента было молочное моделирование сегодня я покажу как сделать так чтобы убрать это молочко и вернуться к этому покрытию то есть такая интересная работа в плане того что иногда клиенты у нас хотят то молочное покрытие то не хотят нюдовое покрытие вот и нам приходится туда-сюда материал менять сегодня вам покажу вот и в конце конечно покажу дизайн вот ну что же представлюсь меня зовут юлия бабушкина я инструктор по маникюр и моделирование ногтей в городе воронеж и творческий партнер компании ими не буду долго рассказывать разговаривать сразу переворачиваю и начинаем с вами работать так рассказываю смотрите подготовка ногтевой пластины уже сделано маникюр я сняла практически все покрытие молочное здесь у меня было вообще наращивание вот оставила очень тонкую подложечку прям вот тонюсенькую совсем вот мы будем восстанавливать с вами квадраты допустим на этапе этом еще можно и параллели восстановить если они допустим скрученные до у клиента вот акригелем это очень легко сделать и менять будем вот это молочко на нюдовое покрытие работать буду flexible гель вот такого вот оттенка и к нему добавляю акригель кавер обычно при коррекции я снимаю все на ложе практически до тонкой подложки но практически все оставляю на свободном крае здесь же в этом варианте я оставила тонкую тонкую подложку потому что нам молочко не нужно мы будем менять покрытие соответственно здесь совсем совсем тонюсенькая подложка осталась по форме и длине я вообще не трогаю на этом этапе я в принципе никогда не заостряю внимание вот это все делаю при опиле потом обезжириваю ногтевую пластину с вами хорошо и в данном варианте я буду работать nail prep и бас гель обычно всегда вам показывают супер бон гелем но сегодня решила показать бас гелем если мы работаем базой гель-лак она имеет очень больше присоединение к ногтевой пластине на любые ногти особенно на влажные вот и под нее не обязательно наносить супер бонд гель на поврежденные ноготки можно ой вернее ультрабонд вот на поврежденные но можно нанести ультрабонд на обычная принципе не нужно с цепкой так будет хорош но nail prep дегидратор мы обязательно наносим в любом случае вот так на наш дегидратор дегидратор у нас также удаляет какие-то излишки косметических средств например клиент пользуется кремом для рук или даже кремом для лица вот поэтому из-под кутикулы нам обязательно это нужно убрать вот дополнительным средством таким как дегидратор nail prep далее берем базу и наносим как обычно тонкий слой близко к кутикуле хорошо прорабатывая боковые линии ноготка от синуса вдоль бокового валика пальчика до до торца это очень важно потому что иногда на там база плохо ложится из-за этого может быть от слойки тонкий слой средний не втирающий то есть нам под под жесткий материал а flexible гель это жесткий твердый материал нам нужна подложка которая будет еще и амортизировать поэтому не наносим гели или базовые да вот его из гель гель лаковая база не наносим втирающим слоем обязательно слой должен быть такой который будет амортизировать так послушаем что первое смотрите здесь у меня тонкая тонкая подложка осталось молочного геля вот немножечко по боковым линиям хочу восстановить квадрат и в принципе мы будем восстанавливать так скажем квадрат немножечко его даже приподнимать вот если у вашего клиента на этом этапе не хватает боковой стенки до скрутить не хватает немножечко длины по одному допустим по одной стороне мы очень легко это можем восстановить а при гелем cover так я беру апельсиновую палочку работать буду сейчас практически все время ей беру обычную жидкость антибактериальный спрей в крышечку шика смачиваем палочку немножечко совсем излишек можно от от перчатку даже убрать и беру небольшое количество много не берите очень много пилить небольшой шарик шарики достаточно такие вот баночки набрать лучше тогда палочку сначала не смачивать вот и начинаю притаптывать смотрите притаптываю я его посередине сначала для того чтобы создать ровную такую поверхность зависает до девчонки зависает к сожалению как только я начинаю именно в к весь прямой эфир почему-то все виснет я уже перезаходила перри подключила вай фай все вроде бы у меня хорошо но к сожалению виснет вот расправляю так чтобы у меня здесь толщина некая вышла излишек кстати сразу могу убрать если все-таки я понимаю что у меня лишний в боковой линии материал еще и сверху решили ремонт сделать да вообще прекрасно вот и теперь спускаю это в боковые линии начинаю я середины потому что мне важно чтобы у меня материал распределился очень очень ровно чтобы толщина была одинаковая мы его не месим мы его распределяем смотрите чуть-чуть вверх вот так потя подтягиваю материал распределяю его закрываю в рост и хорошо чтобы не было никаких навалов и легонечко вытягиваю к свободному к на этом этапе мы восстанавливаем с вами боковые стенки до четкой формы квадрата и немножечко вытянули длину все лишнее по боковым линиям немножечко с опилом уберем главное чтобы у нас вот здесь сверху на ноготочек все сходило на нет и следим чтобы вот здесь вот под ноготь у нас материал не ушел все вот таким образом мы с вами можем теперь посушить поверхность гладкая работали мы с вами акригель кавер сейчас мы это посушим и пилим уже практически на чисто потому что далее будем работать жидким гелем и мы сделаем архитектуру полностью от кутикулы до свободного края и его мы пилить уже не будем просушка полностью должна с вами произойти две минуты меньше может этот материал жесткий пигментированный нужно чтобы он хорошо просох мы его будем пилить поэтому просушка не меньше двух минут обязательно пока сушим расскажу еще раз чем буду работать акригель кавер это восстановление свободного края при четком квадрате можно это тоже сделать этим материалом акригель жесткий не липнет очень хорошо распределяется податлив и все акригели как жидкие flexible гель так и не самовыравнивающиеся до густые материалы можно приобрести на официальном сайте email shop на marketplace как сейчас можно смотреть тоже появляются позиции на вал берез и озон и также официальных представителей посушили с вами теперь обезжириваем и смотрите я сейчас вам покажу опил не пилкой а фрезой это немножечко быстрее чуть-чуть сейчас мы с вами пошумеем на форварде на высокой скорости сначала что я делаю сначала я немножечко вот такими прикасающими движениями пилю параллельку ровную с одной стороны и с другой стороны просто прикасаюсь я немножечко намечаю по куда себе и облегчаю работу чтобы не так много пили дальше по поверхности фреза ложится у нас с вами прямо вот так до поверхности не задираем ее и не копаем носиком абсолютно прямо делаю ровную полосочку посередине далее боковая параллель рубляю и ухожу в бачок вот сюда грань струбляю здесь тоже самое делаем пилкой может быть немножечко нам придется подправить но уже намного намного меньше также струбляю хожу на середину в бачок в бачок так сейчас еще вычислить немножко подправлю в боковушке и убираю сейчас длину раскрывая толщину торца и здесь мы с вами опил делаем начисто делаю вот такую вот плоскость прям видите абсолютно плоткий ноготочек но при этом у нас здесь открылась толщина которую мы с вами со внутренней стороны чуть-чуть попозже будем вынимать нижнюю параллель я подправляю то есть совсем совсем чуть-чуть дорабатываю до идеала потому что мы пилить больше с вами не будем эту архитектуру дальше у нас дальше у нас пойдет уже поверхностная поверхностная архитектура жидким материалом начисто так нижняя параллель подправляю вот здесь вот вот здесь вот и еще раз и еще раз торец смотрите мы на нижнюю арку вот здесь не обращаем внимание это мы с вами выпилим с внутренней стороны нам важна верхняя арка вот верхняя арка должна быть идеальная потому что именно по ней мы с вами будем ориентироваться и подтягивать вот это вот все лишнее так так можно зашлифовать чтобы точно все хорошо просмотреть я так и опилом даже не называю на самом деле так погладила посмотрели с вами на архитектуру все ровненько чуть-чуть приподняли свободный край вот это лишнее мы сейчас будем с вами вынимать фрезой опять же здесь комбинированный он идет на высотных оборотах 40 градусов сначала да вот так вот подставляем и начинаем выпиливать аккуратненько это вот все лишнее в акригели старайтесь не делать сильно тонкие торцы потому что он он все-таки такой более пористый материал теперь я сглаживаю с внутренней стороны ступенечку и может стираться вот поэтому клиент может к вам вернуться уже с таким знаете более скругленным с акригелем если это жесткий гель то он вернется также с квадратом а если это акригель то может углы если сильно тонко сделать они могут скруглиться поэтому имейте ввиду чуть-чуть подправляю потому что у меня здесь какой-то маленький маленький пузыречек оказывается был сейчас я его уберу когда я до него допилила получилась маленькая ямочка давайте чуть покороче сейчас сделаем таким образом мы с вами восстановили архитектуру свободного края до четкого квадрата плюс поменяли молочное покрытие на нюдовое все обезжириваем а уголочки кстати тоже можно немножечко скруглить если не нравится клиентам очень острые мы прям вот так под уголочек ставим и немножечко скруглим и с этой стороны тоже так все вот водным краем тоже пыль вытираем все вытерли готово теперь с вами берем flexible гель и здесь нам много материала уже совершенно не нужно удобно им работать потому что он жидкий но при этом это тоже жесткий материал вот мы с вами укрепили стрессовую зону восстановили свободный край поэтому сюда материала по минимуму нам нужно немножечко создать архитектуру именно в зоне ложа да и то не сильно выпуклый из изгиб у нас будет сейчас делаю мокрый пол немножечко с отступом от кутикулы и от края базы которую я наносила как подложку боковые линии хорошо прорабатываю почему я делаю такой большой отступ практически в полтора два миллиметра даже иногда у меня бывает для того чтобы материал лег очень очень тоненько у кутикулы не давал от слоек и переход при отрастании был тоже очень плавный потому что я здесь планирую все таки вам еще цвет показать выкрас цвета вот соответственно чтобы и цвет у нас тоже отрастал очень очень тоненько я поставила капельку и теперь эту капельку распределяю конечно же я все равно переверну точек и дам материалу самовыровняться переворачиваю всегда держим пальчик строго параллельно поверхности можно немножечко кисточкой помочь материалу особенно в зоне уголков всегда у нас натекает материал сильнее поэтому я прям потихонечку сейчас без камеры сделаю потихонечку подправлю то есть передвину материал здесь сейчас работаем мы с вами начисто так и будем максимум можем забавить немножечко вот такой вот вариант у нас получился я сейчас возьму кисти тонкая кисточка еще немножечко вот так вот подправлю от бачков соберу от уголочков вот так если у вас что-то не получилось на этом этапе и хочется попилить можно конечно просто старайтесь все-таки выкладку делать начисто потому что архитектура у нас идеально ровная все сушим мы ее уже сделали акригелем да кавер поэтому в принципе пилить нам уже там нечего здесь самовыравнивающийся материал которым работать очень легко вот его нужно совсем чуть-чуть для верхней архитектуры потому что сейчас у нас в моду входят все-таки более плоские ногти а как сделать их крепкими плоские ногти да естественно чуть-чуть приподнять свободный край вот что мы с вами и сделали и немножечко выпилили с внутренней стороны вот и верхнюю архитектуру конечно нам уже не надо выкладывать объемом вот просушиваем здесь тоже две минуты обязательно работала акригелем кавер восстанавливала архитектуру свободного края чуть-чуть приподнимали и до четкого квадрата вот на этапе восстановления если параллели у клиента скручены очень легко сделать это именно акригелем да и далее архитектуру после опила свободного края уже начисто делаю flexible гель любой можно взять они абсолютно одинаковые по своим свойствам я выбрала такой более бежевый оттенок плюс еще показала как мы с вами поменяли молочное покрытие на бежевое досушиваем до конца вот то что у нас с вами получилось смотрите с изгиб его практически нет у нас плавный плавный подъем от кутикулы далее ровная идет поверхность то есть мы немножечко когда поднимали свободный край да у нас немножечко вот эта вот область скажем так как впала да вот сейчас мы ее и заложили туда материал я обезжириваю сейчас в любом случае потому что дальше будет цвет я не люблю наносить цвет на липкость материала если мы с вами обезжирили обязательно нужно зашлифовать бафом почему потому что он с жестких материалов цвет с обезжиренных да и не зашлифованных может сколоться особенно с углов если не обезжиривать то цвет будет толсто ложиться на липкость поэтому я люблю все-таки обезжирить и зашлифовать дайте пожалуйста реакцию слышно ли видно меня со мной вы потому что иногда бывает что эфир у меня приостановился а я дальше с вами разговариваю потому что у меня изменений никаких нет ага вижу что вы со мной супер все хорошо спасибо большое так на этом этапе можно немножечко параллели вот так подправить если уж мы все равно взяли в руки пилку я не могу я обязательно попилю и теперь обезжириваем все очень хорошо и я буду сегодня показывать мой любимый цвет из очень старой коллекции но он шикарный на осень очень красиво это 169 милитари такой зеленый травянистый глубокий цвет такой не видно наверное да сейчас буду наносить и покажу и покажу как я делаю выкрас выкрас я всегда делаю плоской кистью сначала задаю траекторию куда у меня гейлак будет двигаться чтобы не подправлять потом у кутикулы тонкой кистью я не люблю подправлять тонкой кистью у кутикулы потому что ее очень сложно контролировать вот рука может дрогнуть клиент может дрогнуть и соответственно получится не очень хорошо хорошая история вот намного проще взять вымазать кисть широкую которую очень легко контролировать у нее край истонченный и отодвигая немножко вот так кутикулу я прям захожу насколько мне нужно расплющенной широкой кистью и задаю траекторию вот то есть я не выкрашиваю середину на самом деле смысла вот как есть там так и есть главная кутикула под кутикулой да как ляжет свет и боковые линии середина уже не важно вот такой очень тонкий слой но он нам очень сильно поможет в выкрасе дальше я уже беру просто вот и с одной стороны сильно вытираю сюда а на другой стороне оставляю небольшое количество вот выкрашиваю сначала середину милитари это цвет из прошлых коллекций коллекции достаточно старый но очень красивый но ложить я буду его в два слоя и теперь я очень аккуратненько сначала прокрашиваю боковые линии с одной стороны от синуса вдоль бокового валика до угла делаю то же самое и теперь немножечко расплющиваю кисть и толкаю валик цвета небольшой иначе все равно затечет и ухожу вниз подтолкнула ухожу вниз подтолкнула ухожу вниз таким образом у кутикулы мне не нужно будет подправлять тонкой кистью первый слой сушу не толстый старайтесь сделать чтобы у нас архитектуру цвет не испортил посушил 30 секундочек и то же самое со вторым слоем здесь у нас с вами еще будет дизайн я люблю этот цвет в матовом с матовым топом и пожалуй к зеленому такое благородное золото сделаем с вами тоже покажу как сделать легко отпечатку фольги так то же самое делаю смотрите задаю траекторию широкой кистью ее очень легко контролировать докрашиваю там где мне нужно еще докрасить как сейчас делаю вот этот подмалевок я его так называю так у меня цвет и ляжет насколько глубоко я этот подмалевок сделаю теперь кисти с таким образом я практически не беру тонкую кисть чтобы ей что-то подправлять единственное я люблю тонкой кистью немножечко кончик наоборот проработать кисточкой зацепила немножечко валик оп угу вот единственное что я тонкой кистью делаю это я немножечко от уголочков вот так вот и по свободному краю легкими движениями прохожусь чтобы там не было скопления цвета все это все теперь сушим с вами это полцвет 169 милитари подскажите пожалуйста какие топы у эми не синястно темных и матовый имеется без уф интересный вопрос я честно говоря никогда не задавалась этим вопросом мне кажется prime ну вот сколько крашу prime не было такого клиента не говорили что он там как-то синит или еще что-то я вот последнее время им пользуюсь матовый у нас чисто матовый у нас один вельвет мы им сейчас будем тоже красить я посмотрю не задавалась честно таким вопросом как-то и клиенты у меня не жаловались и не было такого что черный синит не замечала наверное значит в принципе нет такой проблемы досушили теперь смотрите я хочу сделать дизайн матовый матовый и с глянцевой фольгой но еще хочу какой-нибудь надпись чтобы у меня надпись какая-нибудь была да соответственно я могу сейчас обезжирить прям на обезжиренный цвет сразу приклеить надпись любую абсолютно которая вам нравится как нравится я возьму как обычно тоненькую какую-нибудь небольшую последнее время именно эти шермиконы у меня прям в ходу это изящество 249 вот и сейчас я аккуратненько его приклею на обезжиренную поверхность можно на тэклас без легкости топ но я не буду сейчас лишний раз наносить еще топы поэтому сразу сделаю вот так я немножечко сбоку это сделаю от кутикулы на тэклас конечно они клеятся намного намного лучше прям как вот на цвет чуть-чуть и тогда держаться все будет хорошо прижимаем очень хорошо шармикон и перекрываю матовым топом сразу же очень хорошо тоже кисточкой захожу под кутикулу прорабатываю боковые линии это в первую очередь что я делаю и только потом уже зона кутикулы посередине и весь ноготочек чтобы тоже лишней толщины не было сильно тонко тоже не делайте все все просушиваем так ну я не вижу чтоб он там синел вроде бы не светится поэтому поэтому в принципе вот массовый топ у нас не светится ладно так дальше мы возьмем с вами мультипл дизайн гель это гель с очень сильно липкой основой и очень легко будет крепится фольга и потом мы эту фольгу с вами будем закрывать джем теклер гелем такой объемный дизайн сделаем вот сейчас наверное вот все гели которые раньше у нас были для фольги они сейчас уже не имеют смысла с мультипл дизайном потому что вот этот гель он просто шикарен и тонкие линии очень хорошо отпечатываются и в толщину тоже ну то есть прям очень крутой единственная фишка его в том что нельзя его открытым держать поэтому я возьму подложечку немножечко выложу сейчас на подложку материала вот так я думаю этого нам пока достаточно возможно и хватит вот возьму работать буду тонкой линейной кистью кисти потом тоже надо сразу очень хорошо вытирать потому что очень быстро схватывается даже просто при лампе при рабочей так и я сделаю сейчас вот такой вот дизайн абстракцию абсолютно любой формы как вам нравится линии могут быть чуть толще чуть тоньше так даже будет красивее если где-то линия будет чуть толще специально здесь в конце прям расширю и поставлю еще вот здесь прям такой элемент так и вот здесь пусть будет маленький совсем этого будет достаточно сейчас мы это просушим с вами буквально 10 секундочек и будем наносить уже фольгу так у меня здесь белое золото она такая не сильно желтое шампань я бы сказала достаточно отрезаем кусочек и очень хорошо прижимаем так возможно я не досушила немножечко немножечко не можно немного продублировать ничего страшного значит некоторая фольга не 10 секунд а 15 тонким слоем продублируем раньше мы сушили 30 секунд но в разных лампах по-разному и разную фольгу тоже нужно смотреть ну вот с белым золотом я не проэкспериментировала а с серебром экспериментировала серебро 10 секунд я ошибочно подумала что белое золото тоже будет 10 секунд давайте 15 голографическую фольгу тоже очень сложно отпечатывать раньше было сейчас тоже 15 секунд 15-20 нужно тоже проэкспериментировать и она будет хорошо отпечатываться допечатываем вот так чтобы этот элемент у нас остался глянцевый конечно мы перекроем его глянцевым топом я кстати возьму маленькую капельку тонкую кисть очищаю от мультикул дизайн геля и прорисовываем наши элементы и подсушиваем буквально по 2 секундочки вот так частично он будет не объемный если какие-то элементы хочется сделать пообъемнее то можно взять джемти гель сейчас пока тоненько подрисовываем закрываем фольгу чуть посушили и возьму немножечко джемти геля это прозрачный без липкости гель очень вязкий которым можно сделать такие более объемные дизайн я сейчас здесь вот здесь вот это пятнышко сделаю более объемным сделаю более объемным вот этот фрагмент который потолще и и немножечко вот здесь тоже то есть то есть такой вот более фактурная ой не в фокусе более фактурная получится где-то пообъемнее где-то по более плоской там где тонкие линии совсем будет плоско плоско и все сушим немножко просушу и покажу как у нас с вами получилось такой достаточно быстрый дизайн абстракция добавили шермикон надпись такую ненавязчивую и обыграли матовый зеленый цвет у нас 169 таким скромным белым золотом так сейчас возьму салфеточку вытру всю нашу сухость отопила четкий квадрат делали с помощью акригеля cover и жидкого flexible гелем остаточки вот здесь если у нас осталось немножечко вот крошки фольги все это мы с вами убираем просто обезжиривателем все вот такой вот у нас немножечко выпуклый получился четкий квадрат на сегодня все спасибо большое что были сегодня со мной надеюсь полезно всего доброго до конца до конца до конца до конца